Зимой всегда особенно сложно людям, у которых нет средств, чтобы купить теплую одежду. И поэтому Иркутский благотворительный фонд «Оберег» решил собрать необходимые вещи и отдать все нуждающимся. Тем продолжит Петр Неупокоев. Ой, смотри, какая-то красивая рубаха. Давай тут помедим рубаху. А возьми вот этот шарфик, потом думаю. Такой радости от приобретения вещей даже в модных бутиках не увидишь. Собственно, у Надежды Сумкиной и ее дочери Даши и выбора-то особого нет. Месяц назад они оказались в приюте благотворительного фонда «Оберег», когда женщину вместе с ребенком выгнал из дома муж. Средств к существованию у них нет, ведь у Надежды еще и месячный малыш на руках. Так что развал из бэушных вещей стал для мамы и дочки настоящим спасением. Нету ни денег, нету ничего. У меня двое детей. Пользуемся пока вот этими вещами. И что как бы есть, что дают. Вещи почти каждый день приносят сюда неравнодушные иркутяне. И практически сразу полочки пустеют. В приюте живут сейчас больше 60 постояльцев. Кроме детских рубашек, футболок и брюк приносят и вещи для взрослых, в том числе и зимние. Шубы, куртки и пуховики аккуратно разложены на стеллажах прямо на улице. Дело в том, что вещи могут взять не только жильцы приюта, но и любые нуждающиеся в такой помощи горожане. Мы надеемся на то, что люди о нас узнают и будут приходить к нам за одеждой. Сейчас у нас большой выбор одежды как теплой, так и для дома одежда, для детей, для мужчин, для женщин. Одежды в благотворительном фонде «Оберег» накопилось предостаточно, а вот обуви не хватает. На этих развалах всего около 10 пар. Босоножки, кроссовки, летние сапоги, а вот зимние обуви вообще нет. Так что сейчас и постояльцы, и работники приюта ждут от неравнодушных иркутян новых поступлений. Единственная проблема – многие приносят вещи по старому адресу, а приют уже полгода как находится по адресу улицы Помиловского, 19А. Именно здесь и принимают вещи, и именно здесь их и раздают. Петр Неупокоев, Андрей Назаров. Новости по будням.